Ребят, какое мясо, когда есть такие бакважаны? Рикотта салата аутентика. А, рикотта соленая. О, Диао! Рикотта соленая, о, Диао! Для пасты ала норма. По ле мерензаны, ла сарса, шиватка и сока. А, я думаю, для чего они пожарили эти аутентика? Эта была пробовала Дей Небро, Катаро и Трореста. Такие я видела, они висят на таких нарисовочках. Даже в Германии они продаются. Это очень вкусный сыр. Новый пармезан у нас уже закончился. Так мы в порядке. Маквандо пай, одессо? О, десо? Паста салата и рикотта салата. Эта была вера норма, не с пармезаном, а с этой. Ага, вот самая настоящая паста ала норма, она должна быть вот с такой рикоттой соленой. Посмотрите, какой это сыр. Сейчас мне надо, вот ты хочешь или не хочешь, ты должен осаджать. Ты должен попробовать это. Очень вкусно. О, знаете, я вспомнила, он очень похож на домашний сыр. Моя бабушка в моем далеком детстве, она делала сама сыры. Я вспоминаю, что когда я пробовала этот сыр в Италии, в Германии он тоже продается, ну итальянцы его продают. М-м-м, очень вкусно. А я сижу, монтирую ролик там, где делали пасту с баклажанами. Думаю, что-то итальянцев нету 12 часов, это же святое для них. И в 12 прийти, начать готовить быстренько, начинайте собираться. Остался соус еще со вчерашнего дня. Томатный сыр. Воду для пасты поставили. А, мне дай, мне дай пробовать. Окей. Моя хоси и пробовать. Сыр. Он не понимает, как я могу попробовать это просто вот из ложки. Я говорю, я хочу попробовать, мне брать это, ну... М-м-м. М-м-м. Действительно очень вкусно. Воно. Воно, воно всему. Это же боно. Это когда вам не хочется снимать шкурку с томатов. Очень много производить действий для того, чтобы у вас появился соус для пасты. Просто можно купить его в бутылочке, он действительно вкусный. Я хотела просто сравнить, потому что в Германии я тоже покупала какие-то соусы. Ну, как бы, консервированные соусы, да. Чесночок очередной. Субе-дуква. Просто одну головку чеснока разрезал сюда. Здесь оставался у нас соус со вчерашнего дня. Я уже не помню, что у нас. Потому что я иногда наснимаю сразу много, монтирую. Потом уже думаю, что-то я рассказывала, знаете, про какие-то большие макароны. А, оказывается, я их еще даже не выложила, ну, в ролик. Субе-дуква. Реально, я себя чувствую, как у бабушки в деревне. Тебя все пытаются. Накорми. Обожаю их за это. Надо уже использовать. Тут-то, окей. Макуаньки, но он копистку. А, сто девяносто, почти две. Да, потому что пакетик уже закончился. У нас всегда остается еда. Сейчас я вам покажу, что есть на этой кухне. Потому что макароны, это же святое, да, для итальянцев. И вот посмотрите, они какие. Все красивые, все вкусные. О! И здесь тоже. Так, здесь еще какие-то ракушки. Прямо будем пилировать. Прямо нужно пилировать. и рикотта салата, и сахарный вкус, что все хорошо. Теперь попробуем сахарить, а потом... Вы сахарите? Да. Это лучше, он мне лучше все время отдает. Очень вкусно. Но не сильно, ну как бы не сильно. Что за пенсия форте? Салата? Но он говорит, ну не сильно, не сильно очень. Он думал, что будет больше соленая. Я тоже думала, что будет больше соленая. Но вообще в Италии, так же может быть как во Франции. Но вот в таких странах, где сыр это наше все. Здесь конечно его великое множество. Рикотта салата. Ее нужно будет потереть сверху пасты. Ну точно так же, как и пармезан. Просто вот здесь мы пармезан покупаем там в одной лавке, где он прямо обалденный. Он действительно очень вкусный. Ну и естественно точно так же его можно купить и не тертый, и точно так же потереть. Но почему это называется норма? Потому что в Сисилии паста с салатом, салатом, салатом и салатом называется паста на норме. Ага, понятно, переведу потом строкой. Но если коротко, эта паста с баклажанами, с томатным соусом и с этим сыром называется алла норма. За этими итальянцами не уследишь. Так, сюда он просто в пасту добавляет соус. Прямо все так у нас. Еще чуть-чуть соус. Я видела, у меня у нас есть... Как? Бонна талия? А тавола. Он говорит, а тавола мне показалась бонна талия. Я думаю, так, ну ладно. Вот. Ли мы так. Ли мы так. Ли мы так. Ли мы так. Это вот те баклажаны, которые я уже таскала здесь с утра. Окей. Ли мы так. Так. Оля, как мы с вами уже заметили, они очень любят все резать на тарелке, да? На фарфоровой посуде. Фамильной. И об останется. Угу. Окей. Вот. Сейчас опять... Все это перемешиваем прямо в тарелке. Ну, наверное, можно было бы в блюде, конечно, перемешать. Заляпал мне всю тарелку. Ладно, зато это вкусно. Художника может обидеть каждый, правда? Тем более, вообще, вот я вам хочу сказать, что это руки вообще-то музыканта, который в своей жизни ничего кроме деревянных палочек, он барабанщик, ничего тяжелее в своей жизни не держал. Но готовят они все вкусно, все вкусно. Кстати, вот тот его друг, который массажист, он оказывается тот же барабанщик. Мили Граци. Я бы, конечно, на камеру, знаете, все бы почистила здесь, чтобы было красивенько. Потрясающе. Я все-таки хочу себе собрать, знаете, посылку с этим соусом. Может быть, какой-нибудь сыр. Вот эту она, Алла Норма, кстати говоря. Бон аппетит. Мон аппетит. Поскольку меня смотрят еще и те, кто любит Италию просто всей душой. Оля. Оля, я вас имею ввиду тоже. И прислушивайтесь к нашим рецептам. Энрику сказал, что в сыр нужно было бы сначала положить в холодильник, чтобы его было проще натирать. Это раз. И еще он сказал, что паста Алла Норма точно так же, как и с сыром рикотта может быть, так и с сыром пармезан. Будут два разных вкуса. Вот такое уточнение. Очень вкусно. Очень вкусно. Ну просто очень вкусно. Не устаю я повторять. И все так урчат, как коты, когда едят. А еще мне добавили, что это типичная еда сицилийцев. Куэста паста Алла Норма. В городе в тенечке достаточно прохладно, потому что ветерок. Вот, посмотрите, наша любимая лагуна на данный момент. Моя. В любом случае моя. И я друзей уже тоже сюда. В общем, они здесь тоже привыкли бывать. Все, как я впереди свою воду. Все. Куэста Парамя. Куэста Парамя. Возьмите. И тут в целом. Участная еда. Участная еда. припарковались втерлись прям в мусорные баки а я уже говорила да что все машины здесь тоже пока цена и как во франции очень во всех таких знаете городках где ой кстати прошлый раз я когда плавала ешь когда плавают и не могу поснимать здесь все дамы которые на любых лодочках на яхт очках они всегда заведуют тем что они бросают якорь когда они подплывают мужчина на на руле а дамы сеньоры они все время там что-то ищут этот яхт и встают на городе было не так жарко а здесь прямо прямо пекло пекло сейчас сколько сейчас 4 час наверное сейчас все выспятся все же уходили поесть еда святое все уходили поесть а потом сейчас начнут собираем уходили что уходили до конца вот Продолжение следует... 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 Такое впечатление, что я в Питере, в подобном магазине. Просто вот на Ланском шоссе в последний раз я была, видела такое. Вот что значит, ребят, глобализация. Не потеряться бы только. Вот. Вот же нам надо чего, знаете, вот это вот. Какая-то тут астра. Ну, такая вот, наверное, эконом-класса. Ой, знаете, что мне надо? Мне один лак нужен, потому что мне надо отремонтировать. Лак. Ничего не надо, все есть. До сих пор гель. Не знаю, почему так называется, но здесь что-то ничего я не увидела за один гель. Кто из вас любит? Кто из вас любит миланзаны? Баклажаны, как я, я их просто обожаю. В общем, вот этот рецепт я беру себе тоже на заметку. То есть эти баклажаны остались. Обсаренные с двух сторон с предыдущего блюда. И, опять же, оставшийся соус, который томатный. Им намазали сверху каждый кусочек баклажана и посыпали сыром. Дали постоять минут 15. Это очень вкусная закуска. В общем, сегодня опять салат. По-моему, тоже он с лимоном и маслом. И вот эти вот несколько кусочков баклажана. Это очень вкусно. Как раз легко, вкусно. В общем, это для таких людей, как я, которые совершенно спокойно находятся без мяса.